Что людям ждать от скоростного трамвая? Будут ли это действительно качественные изменения в электротранспорте в целом, во всей сетке? Или это просто замена полотна? Всего лишь 10 субъектов у нас в Российской Федерации попало в эту программу. Общий объем финансирования колоссальный. Это больше 17 миллиардов рублей, огромное производство работы. Меняется полностью вся инфраструктура трамвайного движения. Меняются столбы, меняются рельсы, меняются шпалы, меняется благоустройство рядом с этим дорожным полотном. Меняется контактная сеть, трансформаторные подстанции. Рельсы будут бесшовные. Что это такое? Это удобство при передвижении пассажиров. Это самое главное удобство для людей, которые проживают рядом с трамвайными линиями. Потому что, соответственно, грохта при переезде с одной рельсы на другую уже в своих жилых помещениях они слышать не будут. И меняется скоростной режим движения трамвая. Потому что, в целом, мы подразумеваем, что скорость будет увеличена практически в два раза движение. Соответственно, добраться куда-то из дома до центра, либо до какой-то остановки будет гораздо быстрее. Плюс к этому всему, для автомобилистов тоже будут достаточно серьезные изменения, связанные с тем, что перекрестки, которые пересекают трамвайные пути и автомобильные дороги, планируется выполнять в монолитном исполнении. Что, собственно говоря, позволит избежать прыжков автомобилистов, ездящим на автомобиле. У нас сейчас таких примеров большое количество, когда движение замедляется для того, чтобы переехать рельсы. Поэтому, в целом, вот все эти направления мы планируем реализовать. Это 67 километров новых трамвайных линий, новые силовые подстанции, закрытые участки, автоматизированные светофоры, которые будут позволять двигаться трамваю без остановок, с максимальным сокращением времени в пути, который соединит между собой Ливановку и заводской район Комсомольский поселок. Я бы даже назвал это надземным метро, потому что их скорость будет превышать движение сегодняшнего трамвая в 4-5 раз. Проект очень сложный, очень масштабный. Мы очень долго к нему шли. И на сегодняшний момент нам подтверждено финансирование на начало работ, связанных с объединением и реконструкцией четырех маршрутов, восьмерка-девятка и шестерка-трунка. На какой стадии мы находимся сейчас? На сегодняшний момент разрабатываются, в сентябре уже будут готовы рабочие документации по реконструкции этих маршрутов. Задача уже в этом году приступить к этим реконструкциям. Проект рассчитан на 2022, 2023, 2024, 2025 годы включить. Продолжение следует...